Совсем недавно бывший президент Чешской Республики сказал очень откровенную вещь, очень важную. Публично сказал, вот только что, буквально несколько дней назад. Война на Украине, сказал он, началась не в феврале 22-го года, а летом 2008-го, когда было принято решение, да, наши СМИ давали уже, да? Ну ладно, я всё-таки повторю. Когда было принято решение об открытии двери для Украины и Грузии, дверей в НАТО. Напомню, что Украина получила свою независимость на основании декларации о независимости. А там было написано, что Украина нейтральное государство. Это решение 2008-го года в корне меняло ситуацию в Восточной Европе и с точки зрения обеспечения безопасности России. А кроме этого, в 2014 году ещё и госпереворот, и объявление русских на Украине не титульной нацией, а за этим последовали целый ряд других решений, которые сводили на нет. И фактически приводили вот то, что сейчас происходит в Латвии, в других прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон. Понимаете, это же очень серьёзные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны. Ну и в 2014 году, после госпереворота, начались просто боевые действия на Донбассе. Они войну развязали, уже горячие. Вот это всё привело к той трагедии, которую мы переживаем сегодня.